Священно-мучник Косма Для преуспевания в духовных делах он поступил в Филофеевскую обитель и был пострижен в монашество. Стремление направить на путь спасения и укрепить в вере братьев-христиан побудило святого Космо испросить благословения духовных отцов и уйти в Константинополь. Там, овладев искусством красноречия и получив дозволение патриарха проповедовать Святое Евангелие, Космо стал возвещать его сначала в церквах Константинополя и окрестностях, а затем и в придунайских княжествах, в Фессалониках, в Верии, в Македонии, в областях Химаре, Акарнонии, Эталии, на островах Святой Мавры, Кефалонии и в других местах. Его проповедь, исполненная благодатью Святого Духа, простая, спокойная и кроткая, приносила христианам великую духовную пользу. Как и святым своим апостолам, сам Господь помогал ему и утверждал слово его знамениями и чудесами. Проповедуя в Албании, в тех отдаленных местах, где христианское благочестие было почти утрачено, Святой Косма Словом Божиим приводил тысячи людей к искреннему покаянию и исправлению. Апостольское служение Святого Космы завершилось мученической смертью в 1779 году. В 65-летнем возрасте, по наветам иудеев, он был предан туркам и удавлен. Впоследствии частицы мощей священномученика были перенесены на благословение в разные места. 6 сентября. День памяти равноапостольного Космы Аталийского, Афонского, Албанского и Ромонаха.